Результатом демаркации может стать то, что на смену солдатам придут пограничники, заявил Пашинян. Мы ожидаем твердой поддержки мирного процесса со стороны НАТО, заявил Пашинян. НАТО поддерживает суверенитет территориальную целостность и мирные устремления Армении, заявил Столтенберг. Азербайджан не намерен вступать в НАТО, но он наш союзник, заявил Столтенберг. Россия следит за контактами НАТО со стороны Южного Кавказа, но уделяет особое внимание двусторонним отношениям, заявил Песков. Надеюсь, что диалог будет развиваться по всем направлениям, представляющим двусторонний интерес, Фашинян поздравил Путина. После переизбрания первый зарубежный визит Путина состоится в Китай, сообщает Reuters. Евросоюз выделит дополнительно 5 миллиардов евро в военной помощи Украине. Афганистан и Пакистан нанесли взаимные удары на границе.